Я сам жил на свете мальчик по имени Перси, и как все мальчики и девочки, он ни за что не хотел вовремя ложиться спать. Хижина, где он жил с матерью, была небольшая, из грубого камня, как его много в тех местах, и стоял как раз на границе между Англией и Шотландией. И хотя они были любятные, по вечерам, когда в очаге ярко горел торф и приветово мигала свеча, их дом казался на редкость уютным. Потом Перси очень любил греться у огня и слушать старинные сказки, какие ему рассказывала мама, или же просто дремать, любуясь причудливыми тенями от пылающего очага. Наконец мать говорила, о Перси пора спать. Но Перси всегда казалось, что еще слишком рано, и он спорил с ней и припирался, прежде чем уйти, а стоило ему лечь в свою деревянную кроватку и положить голову на подушке, как он тут же засыпал крепким сном. И вот как-то вечером Перси так долго спорил с мамой, что у нее лопнуло терпение, и взяв свечу, она ушла спать, оставив его одного возле пылающего очага. «Сиди, сиди, один у огня», — уходя сказала она Перси. «Вот придет старая злая фея и утащит тебя за то, что мать не слушаешься». «Подумаешь, не боюсь я злых старых фей», — подумал Перси. «И остался греться у огня». А в те далекие времена в каждой фермерской усадьбе, в каждой хижине водился свой маленький лютка Брауни, который каждую ночь спускался по каминной трубе и наводил в доме порядок. Начищал все и отмывал. Мама Перси оставляла ему в двери целый кувшинчик козьих сливок, благодарность за его работу. И утром кувшинчик всегда оказывался пустым. Эти малютки Брауни были добродушными и приветливыми домовыми. Только уж очень легко они обижались чуть что, и говорят о хозяйке, которая забывала оставить им кувшинчик со сливками. На другое утро все в ее доме бывало перевернуто вверх, но мало того, обидевшись Брауни больше и носу к ней не казали. А вот Брауни, который приходил помогать маме Перси, всегда-всегда находил кувшинчик со сливками. И потому ни разу не ушел из их дома, не прибрав все хорошенько, пока Перси и его мама крепко спали. Но у него была очень злая и сердитая мать, эта старая злая фея терпеть не могла людей. А не это и вспомнила мама Перси, уходя спать. Сначала Перси был очень доволен, что она стояла на своем и осталась греться огня. Но когда огонь начал постепенно гасать, ему сделалось как-то не по себе и захотелось скорее в теплую постель. Он уж собрался было встать и уйти, как вдруг услышал шорох. И шуршание в каминной трубе, и тут же в комнату спрыгнул маленький Брауни. Перси от неожиданности вздрогнул, а Брауни очень удивился, застав Перси еще не в постели. Устаившись на длинную ногу, Брауни с острыми ушками Перси спросил, как тебя зовут. Сам ответил Брауни, скорчив смешную рожицу, а тебя? Перси решил, что Брауни пошутил и захотел его перехитрить. Я сам ответил он. Лови меня, я сам, крикнул Брауни и отскочил в сторону. Перси и Брауни принялись играть в огня. Брауни был очень проворный и шустрый бесенок. Он так ловко перепрыгивал с деревянного буфета на стол, но точно кошка, и скакал, и ковыркался по комнате. Перси глаз не мог от него оторвать, но вот огонь в очаге почти совсем погас, и Перси взял кочергу, чтобы помешать торф. Да, на беду, один горящий уголек упал прямо на ногу малютки Брауни. Бедняжка Брауни так громко звопил, что старая фея слышала его и крикнула в каминную трубу. Кто тебя обидел? Вот я сейчас спущусь вниз, тогда ему не поздоровится. Испугавшись, Перси смыгнул за дверью в соседнюю комнату, где стала его деревянная кровать, и забрался головой под одеяло. Это я сам, ответил Брауни. Тогда чего же ты вопишь и мешаешь мне спать, рассердилась старая злая фея. Сам себя и ругай. И следом за этим из трубы высунулась длинная костлявая рука с острыми когтями. Схватила за шиворот малютку Брауни и подняла его вверх. На утро Мава Перси нашла кувшинчик со сливками на том же месте у двери, где она оставляла его накануне, и больше малютка Брауни в ее доме не появлялся. Но хотя она и горчилась, что потеряла своего маленького помощника, зато была очень довольна, что с этого вечера ей больше не приходилось дважды напоминать Перси, что пора идти спать. Продолжение следует...